Терминатор, GTA, Willman, Company of Heroes, Infamous, а также приставочники-лузеры или почему PC круче? И 300 тысяч японцев подрались на виртуальной дискотеке. Это и многое другое прямо сейчас. Виртуалити. Привет, меня зовут Макс Васильев и это Виртуалити. В ближайшие полчаса вас ждет только самое новое и интересная информация из мира видеоигр и компьютерных развлечений. Согласно опросу, проведенному компанией Microsoft, 60% юных геймеров хотят, чтобы их родители играли вместе с ними. Так что мамы и папы геймпад в руки и вперед с ребенком на истреблении какой-нибудь нечисти. Точно, но только после нашей программы. Угадайте, кто это? Лысый? А Дизель? Нет, это не тот мужик, что подрезал вас вчера на Кутузовском. Это главный герой нового гоночного экшена Вин Дизель Уиллман. Главный герой игры водила полицейский под прикрытием, выполняющий задания мафии. А потом эту самую мафию, безжалостно разоблачающей и обличающей на протяжении 130 миссий. Вин Дизель стремительно пронесется по лучкам современной Барселоны и заставит вас поучаствовать в опасных погонях и перестрелках. Он настолько быстр и крут, что примчался к русским геймерам за две недели до мирового релиза. Причем по ходу движения запросто обучился нашему языку и щеголяет фразочками типа «Садись в мою машину, детка, я лысый и красивый». Правда, чаровашка? Я б с таким покатался. А вы не думаете, что в последнее время выходит слишком много игр про зомби, фильмов про зомби и книг про зомби? Зомби везде. В очереди в супермаркете, на аллеях в сквере, на рок-концерте. Зомби-футболисты, зомби-полицейские, зомби-клоуны, зомби-собаки. И фотокорреспондент Фрэнк Веста, главный герой игры Dead Rising, Чоптил Юдроп, тоже так думает. И не согласен он с тотальным зомбированием планеты. Для проведения геноцида в рядах живых трупов Фрэнк отправляется в ближайший супермаркет и прямо там начинается сокращение популяции любителей мозгов. Причем любыми подручными средствами. От бейсбольной биты и дробовика до скамеек и тушек же поверженных мертвяков. Игра является переложением знаменитого хита для консоли от Microsoft, не весь как попавшая на самую миролюбивую приставку V. Ну, прям, как говорится, никто не любит зомби. Наконец-то, наконец-то отвязная серия GTA добралась до обладателей самой казуальной платформы Nintendo DS. В новом экшене с подзаголовком Chinatown Wars рок-старовцы предлагают вам поучаствовать в китайских разборках. Ведь главный герой, его дружбаны и основные противники — то, правильно, китайцы. Чтобы хоть как-то их различать, разработчики придумали забавные китайские имена, типа Хуан Ли. Это, кстати, есть основное действующее лицо. Он мстит за убийство отца, восстанавливает поруганную честь семьи и наводит порядок. Где? Правильно, в китайском квартале. Ну, а в остальном — обычный GTA. Вы научитесь угонять машину с помощью стилуса, уходить от погонь и давить как можно больше кого? Правильно, китайцев. Ведь кроме них в игре больше никого и что? Нет. Несмотря на плохую графику, проект жесткий. Бррр. Да, как мы видим, серия GTA прочно обосновалась на различных консолях, и даже новое дополнение вышло эксклюзивно для Xbox 360. Но не стоит отчаиваться. Компьютерные игроки могут с легкостью утереть нос консольщиком, ведь у нашей с вами любимой платформы есть целая куча достойных проектов. Великолепная пятерка поможет поставить на место взорвавшихся приставочников. Встречайте, хит-парад самых-присамых писишных проектов. Открывает хит-парад главных компьютерных эксклюзивов пятая часть героев магии и меча. В смысле, не одна пятая героев, а игра за номером пять и два ее дополнения. Проект перенес серию в третье измерение и сделал ее более дружелюбной к вам, дорогим писишникам. Вы помогли очаровательной Изабель уничтожить темные силы. До тех пор, пока она не тронулась умом. И ее мужу Николаю победить демонов. Вот такая вот незадача. Зато игру делали русские парни из компании Нивал. И мы с гордостью объявляем о том, что игра занимает пятое место. Мальчики любят войнушку. И чтобы было сразу много на много. Этим не применули воспользоваться авторы знаменитой серии Total War. На протяжении всех пяти игр каждый парнишка мог почувствовать себя Кутузовым или Наполеоном. А Гаем, не путать с Геем, Гаем Юлием Цезарем или Александром Македонским. Сотни и позднее тысячи солдат по одному вашему клику мыши шли в бой. Средневековье, самураи, Древний Рим, Европа 17 века. Куда только не бросало талантливых полководцев. И повсюду одно и то же. Война, горы, трупов, хаос и разрушение. На консолях такой проект вряд ли появится. Не каждый приставочник высидит несколько часов, поджидая врага за стенами своей крепости. За терпение и любовь игроков всей серии Total War четвертое место. Корпорация Microsoft не только издает и навязывает вам свои операционные системы, она еще и делает неплохие игры. Серия авиасимуляторов Flight Simulator относится как раз к таким проектам. А десятая ее версия, так и вообще шедевр, достойный третьего места нашего хит-парата. Судите сами. Детальная проработка кабины самолета, реалистичное поведение моделей, высоко детализированный мир. Ну, на какой консоли такое возможно. Дело в том, что на высоких настройках игра тормозит даже на самых продвинутых компах 2006 года. Именно тогда она и вышла в свет. После многочисленных патчей и появления новых компьютеров торможение уменьшилось, но даже на современных монстрах она умудряется выдавать слайд-шоу. К сожалению, студию, выпустившую проект, закрыли, но она навсегда осталась в сердцах матерых PC-геймеров мощным эксклюзивом. Третье место. Непосмертно. Вот он, триумфатор компьютерной графики и пожиратель системных ресурсов. Встречайте, Крайзис. Это главный аргумент в постоянной войне консольщиков и PC-шников. У вас никогда не будет Крайзис, гордо говорят обладатели PC. Хотя компания Crytek, разработчик оригинальной игры и дополнения Warhead, неоднократно говорила, что устала от компьютерных пиратов и больше не собирается выпускать PC-эксклюзивы. Ведь оригинал продался тиражом чуть более полутора миллионов копий. Однако мы верим, надеемся и ждем, что они одумаются и не отдадут проект на растерзание консольщикам. Крайзис. Второе место в нашем хит-параде самых эксклюзивных компьютерных проектов. Ну и на первом месте только он. World of Warcraft и все его дополнения. Свыше 11 миллионов компьютерных игроков сутками качают своих персонажей, воюют, общаются и даже влюбляются в этом огромном мире. А как же может быть иначе, когда игру рекламируют такие мастодонты, как Жан-Клод Ван Дамм? Ози Осборн. Какой-то там резвый коротышка и знаменитый мафиози. Так, коротышка тут очевидно лишний. Вот если бы вместо него в игре оказался Чак Норрис, то с сервера не то что геймеры, все NPC бы сбежали в ужасе. Ведь Чак Норрис одним своим видом кастует на врагов заклинание скукоживания. World of Warcraft. Надежная опора всех компьютерных онлайн-игроков. Консольщики, сдохните от зависти! Великий и ужасный World of Warcraft возглавляет пятерку самых-самых компьютерных эксклюзивов. Далее виртуалити. Infamous, Company of Heroes, Terminator, а также 300 тысяч японцев подрались на виртуальной дискотеке. Интернет покажут по телевизору. Это виртуалити, и мы вернулись. Наконец-то появились новые подробности о BioShock 2. Разработчики запустили промо-сайт, который можно найти по адресу somethinginthesee.com. Сайт только на английском языке. Поэтому тем, у кого знания заканчиваются на London is the capital of Great Britain, мы сейчас поможем. Интеллект, загрузи страничку. Тут можно найти вымышленные заметки, фотографии и вырезки из газет. Например, в этой речь идет о пропаже девочки. Обратите внимание на дату выхода статьи. 20 февраля 1967 года. То есть, очень вероятно, что события продолжения развернутся через 7 лет после завершения BioShock. Но сказать об этом наверняка можно будет только осенью, когда игра выйдет. Каких еще проектов стоит ждать в новостях. Интересуетесь, как стать громовержцем? Сейчас я вам расскажу на примере экшена Infamous. Итак, сначала надо выжить в большом городе во время взрыва. Потом получить мощный энергоразряд из неисправного генератора и снова уцелеть. Далее. Следует развить в себе способности метать молнии из рук и при этом не погибнуть от рук обезумевших жителей разрушенного мегаполиса. Это еще не все. Ведь настоящий громовержец — это не тот, кто стреляет молниями направо и налево. Нет. У современного зевса должна быть идейная борьба, когда персонаж постоянно думает, кем ему стать — героем или антигероем. Вот теперь похоже. Добавим возможность летать, высоко скакать, ходить против ветра и много-много врагов. Вот теперь все. Осталось дождаться выхода игры и идти электрошокировать общественность. Вторая мировая стала темой многих компьютерных игр, в том числе стратегий. Company of Heroes — одна из тех стратегий, про которые можно сказать «смотри, как кино». Совсем скоро ожидается аддон, который добавит еще больше киношности и введет, наконец, прямое управление юнитами. В дополнение нас ждет три новых сюжетных кампании — «Тигровый ас», «Простой путь» — это, между прочим, о высадке в Нормандии, и «Фляйс Покет» — миссия за войска вермахта, то бишь за немцев. Традиционно советских войск в игре не будет. Ну да и ладно, за красивую графику и новые юниты, вроде «Танкотигр» и «Противотанковых орудий» мы готовы и не такое стерпеть, лишь бы игра вышла в срок. Разумеется, только на PC. Эх, война-война никогда не меняется. Терминатор, Терминатор, выходи! Скандировали толпы фанатов, разглядывая первые ролики нового Терминатора «Салвейшн». И он выходит. Вместе с одноименным экшеном для консоли и PC. Что нас ждет в новой игре? Спасение миром. Башиды бастали из пепла, люди испугались и попрятались. Но это, само собой, непорядок. Значит, надо машины снова в пепел загнать, людей из убежищ извлечь и успокоить. Такое повлечу только спасителю мира Джону Коннору. А наш герой ему помогает. Вооружившись базуками и автоматами, мы будем носиться по городам и весь им Америке и доказывать свое превосходство над машинами. Ну и в конце концов, нас, само собой, ждет суперкомпьютер «Скайнет» и «Хэппи Энд». А может, и не ждет. Это мы узнаем только с выходом игры в мае. Все самые свежие новости, и не только игровые, само собой можно найти в сети. А если распечатать на бумаге все текстовые новости всемирной паутины только за одну неделю, эта гора макулатуры не поместится целиком ни в одну библиотеку мира. Очень скоро в эфир МТВ выйдет программа «Телепорт», которая поможет не утонуть в море информации. Вы узнаете, может ли интернет сделать знаменитым, как воплотить свои мечты за чужой счет, почему Майкрософт выступает против геев и многое другое. Подробнее о «Телепорте» в сюжете. Ух ты, как всего много! Все такое красивое, неизвестное. С чего начать? Куда пойти? А куда лучше вообще не ходить? Это просто я сейчас в интернете. Это пространство огромно, и оно живет по своим законам. И в нем просто жизненно необходимо уметь ориентироваться. Появление чуда света под названием «Интернет» предрекали такие ученые и мыслители, как Владимир Адаевский, Никола Тесла и братья Стругацкие. В 1969 году он появился в США как небольшая информационная сеть на случай войны с Советским Союзом. С тех пор, за 50 с лишним лет, он опутал весь земной шар и оброс около 150 миллионами сайтов. Естественно, от такого обилия ресурсов голова идет кругом, и неопытный юзер может легко затеряться в этом океане порталов, блогов, социальных сетей и простых страничек. Именно поэтому в виртуальном пространстве без проводника теперь никак не обойтись. Таким путеводителем для зрителей нашего канала может стать программа «Телепорт», первый выпуск которой вы увидите совсем скоро. Ну вообще концепция нашей программы заключается в том, что интернет — это не просто место, где можно приходить и развлекаться. То есть развлекаться, общаться, узнавать информацию. Это вот такие основные три тезиса, которые люди знают про интернет. На самом деле интернет — штука в первую очередь еще и полезная. Там можно действительно чему-то учиться, где-то что-то там для себя почерпнуть, какие-то знания. Все это есть в интернете, есть на самом деле. Порой бывает это сложно немножечко найти. И вот эту, ну так скажем, ответственность, задачу, находить самое интересное, самое полезное, привлекательное и вот отвечающее на самые разные вопросы в интернете мы берем на себя именно в программе «Телепорт». За 30 нескучных минут, которые длится программа, вы узнаете обо всем самым интересном и животрепещущем из мира интернета. Например, как отыскать подводные сокровища с помощью поискового сайта. Сколько лет белой стрекозе любви? Как научиться экстравагантно завязывать галстук? Что нельзя писать Дмитрию Медведеву? Сколько стоит мечта человека? И многое другое. «Телепорт» даже посоветует вам, как качественно убить свободное время. А принципы и методы отбора информации для программы – это отдельный профессиональный секрет. Смотрим, выбираем самое лучшее, самое интересное, не побоюсь этого слова «сочное» и уже отправляем в эфир. И критерии отбора, поверьте, очень-очень строгие. В «Телепорте» ни интересного не будет. Если мы говорим, что будет все самое сочное, это еще не значит, что передача расскажет вам, где нелегально качать музыку и видео, и как взломать сайт. Так называемой «желтизны» от нее ждать не стоит. Напротив, «Телепорт» подскажет, как избежать в интернете вещей, которые противоречат общечеловеческой морали или могут шокировать. Изменивший мир в течение каких-то 15 лет интернет теперь является неотъемлемой частью реальности в 21 веке. Интернет нельзя остановить, из него можно только выйти. Но лучше оставаться всегда подключенным и брать из сети все самое лучшее. Совсем скоро на канале MTV смотрите программу «Телепорт» и будьте в курсе сетевой жизни. Наша задача в интернет людей вывести и дальше уже разбирайтесь сами. Мы покажем вам, что интернет — это, в первую очередь, просто, легко и доступно. Далее — виртуалити. 300 тысяч японцев подрались на виртуальной дискотеке. Геймерские гаджеты. Это виртуалити. Мы продолжаем знакомить вас с новым и необычным из мира компьютерных развлечений. Интеллект, мне нужны джойстики последней модели. Отлично. Не-не-не, не все сразу. И чем они отличаются друг от друга? Эти гаджеты относятся к категории игровых аналоговых джойстиков. Подходят для любых авиасимуляторов. Есть модели для Xbox 360 и PlayStation 3. При этом все они совместимы с персональным компьютером, что, конечно, не может не радовать. На аналоговой рукоятке три управляющих кнопки и гашетка. Вспомогательные клавиши находятся на подставке. Играть с таким девайсом — сплошное веселье. Сел на хвост врагу и расстреливай его потихонечку. Чувствуешь себя просто пилотом. Вот так заходишь справа. Потом бац, ракетой. Потом из пулемета. И так, хопа, бочку на форсаже и ушел. О как. Что ж, отлично. Интеллект, а когда появился первый джойстик? Первый джойстик был придуман в 1910 году Робертом Белтере для управления планером. Электрический двухосевой джойстик появился в Германии в 1944 году и использовался для манипулирования бомбардировщиком Хенке. А в 1967-м в игровую индустрию джойстики привнес Ральф Байер, изобретатель приставки Magnavis Odyssey. Более привычный вид эти манипуляторы обрели в 1977-м с выходом легендарной консоли Atari 2600. Но недолго оставалось им влавствовать в игровом царстве. В 1985-м компания Nintendo выпустила консоль NES, более известную у нас как Dendy. Она комплектовалась так называемыми геймпадами, плоскими манипуляторами с цифровым управлением. С тех пор джойстики традиционно используются лишь для авиасимуляторов. Геймпады стали гораздо более популярными. Вот, например, новейшие геймпады для компьютера и приставок. Они удобно лежат в руках, оснащены двумя аналоговыми рукоятками и одной цифровой. Причем левый блок рукояток съемный, его можно перевернуть. Геймпады оснащены обратной связью и ощутимо вибрируют в руках во время напряженных игровых моментов. Помимо обычных кнопок управления и шифтов, устройства оснащены кнопками турбо. Подключается устройство к разъему USB, что немного угнетает в наш век беспроводных технологий. Но все равно геймпады рулят. От клавиатуры такого удовольствия не дождешься. Что ж, испытаем его в действии на Якудза 3. Между прочим, за первую неделю она разошлась в количестве 300 тысяч копий. И это неплохой результат, если учесть, что продается игра только в Японии. Когда версия будет доступна остальному человечеству, пока непонятно. Так что, наслаждаемся эксклюзивом в рубрике демо. Итак, дело происходит в современной Японии. Вот этого раскосового красавца зовут Казума Кайрирью. И он просто гуляет. Но на самом деле он Якудза. И убивает людей. А вот, видите, типичная ситуация. Девушки-клиптоманки попались в поличном в модном магазинчике. Видите, он сумку пытался утащить, а продавец ее застукал. Но он добрый японец. И не стал вызывать полицию. Отпустил девушку. И даже сумку ей отдал спертую. Ну что тут скажешь? Восток. Дело тонкое. А мы пойдем дальше. Пора развлечься. А куда идет молодой самурай, чтобы развеяться? Правильно. На дискачку. Ну так что у нас на дискотеке? А, ну разумеется, драка. В разборке самое главное, как следует разъяриться, посинеть от гнева, ну потом покраснеть и вытащить из кармана боевую палку. Ну если нет боевой палки, то нунчаки. И пошла потеха. Он тому синему. Это, кстати, местный гопник. Я сейчас навешиваю обычной лампой. Так, а вон гопник где-то меч достал. Ну что, гопник, кто к нам с мечом придет? А, это же мы к ним пришли. Ну, все равно, гопник в синем обречен. А вот сейчас я провожу серию добивающих ударов. И чувачок валится на землю. Сверху его красиво посыпают деньгами, и тут же становится ясно, парень не жилец. А теперь надо быстро слинять. Да что ж такое, опять какая-то ханыга пристает. Еще и с дружками. Нет, ну нам не привыкать. Пара приемчиков, завершающий удар кочергой. Спи спокойно, дорогой товарищ. А теперь я пойду срежу путь через дворы. Ого, а это что еще? Целая группировка люди в черном? Помните такой клип? Они там еще очень смешно танцевали. Не, ну эти дядьки серьезные. Ну я вообще-то тоже не сакурой плетен. Эй, кончайте меня бить. Вот вы гады, а? Со спины не честно. А еще в игре можно мотаться по магазинам, ходить в публичный дом, что очень важно. Играть в боулинг и петь караоке, что очень смешно. Куча схваток, много мини-игр, сильные боссы и много-много-много-много японского языка. Проект Якут за три на любителя, на любителя Суси и Сакэ. А для всех остальных это не игра, а харакири. На сегодня это все. Смотрите на следующей неделе в виртуалити. Сто игр, которые вы обязаны пройти. Обзор демки Хроники Ридика, концерт Металлики у вас дома и многое другое. С вами был Макс Васильев. Стэндбай. Субтитры создавал DimaTorzok